В начале марта 1943 года мы получили приказ. В нем просто, кратко, точно определялись наши задачи на много месяцев вперед. Приступить к подготовке отрядов к рейду на территории правобережной Украины, для чего провести следующие мероприятия. Сформировать отряды из лучшего состава, оставив необходимых людей для работы в Черниговской области. Из остающихся людей для работы в Черниговской области сформировать отдельный партизанский отряд под командованием Попудренко-НН. По прибытии отрядов на территорию Волынской области, организовать систематическое крушение поездов на железнодорожных магистралях, уничтожение живой силы и техники противника. И вот ранним мартовским утром в старой партизанской землянке осталось несколько человек. Члены Черниговского подпольного обкома, начальник штаба, два или три командира. Минуту назад было еще очень шумно. Товарищи переговаривались, перебивали друг друга, да и за дверью тоже изрядно шумели. Приходили и уходили партизаны, разносили по лагерю обрывки новостей. Но стоило мне вытащить из планшета, положить у лампы, разгладить ладонью листки приказа, воцарилась мертвая тишина. Невольно припомнился мне июльский вечер 1941 года, когда так же вот собрались в моем кабинете члены бюро обкома. Я тогда только приехал из Киева, война только начиналась. Я привез директиву создавать подполья, организовывать партизанские отряды. Двадцать месяцев отделяли нас от того заседания обкома. Двадцать месяцев самой тяжелой войны, какую пришлось когда-либо вести нашим народам. И почти все это время товарищи, которые сейчас услышат приказ, боролись в тылу врага. Директива, которую дала нам тогда партия, выполнена. Отряды партизан, созданные, организованные обкомом, подпольные организации городов и сел действуют. Снова, как тогда, привез я товарищам директиву Центрального комитета нашей партии. Все наши подрывники сразу потребовали, чтобы их взяли в рейд. Это было понятно. Другое дело рядовые бойцы. Я полагал, что многие из них не захотят покидать родные края. Приказу подчиняться, но в душе будут против. Какое там подавляющее большинство партизан, а среди них и женщины, и стряки, и подростки, начали осаждать и меня. Возьмите меня, товарищ Федоров. Алексей Федорович, просил Горелый. Сергей Мазепов идет, а мы же с ним друзья. Ну, если уж вы такие неразливные друзья, пусть он останется с тобой. Но Мазепов, конечно, не согласился. Однако некоторые просьбы пришлось удовлетворить. Вот, например, была у нас очень хорошая медицинская сестра и разведчица Нона Погуляйло. Должна была остаться она вместе со своей ротой. Приходит ко мне. Найдите время, хоть две минуты, для секретного разговора. Знаем мы эти секреты. Приказ слышала, Алексей Федорович? Отойдем на минуточку. Я вам объясню, и вы согласитесь. Так уж и соглашусь. Но я все-таки отошел в сторонку. Смотрю, приближается к нам Афксентьев. Подожди, говорю, у меня тут с Нонной серьезный разговор. Ему, Алексей Федорович, можно, говорит друг Нона, и вся заливается краской. Но, знаете, друзья, секрет у меня ваш понятен. Только это что у вас, между прочим или всерьез? Клянуться, что любят друг друга уже давно. Как до первого ЗАГСа дойдем, товарищ командир, просим вместе с нами свидетелями, или как это, посаженным отцом. Ладно, скажи, чтобы записали, но чур условия. Свадьбу не зажиливать. Как через Днепр перейдем, объявлю всем и откроем танцы. Хоть и поется в песне ей в другую страну, однако мы, если это дело не вредило, старались не разлучать любящих сердец. Составляя приказ, мы назначали членов семей в один отряд. Партизанский отряд все-таки не армейская часть. У нас ведь было немало семей, пришедших одновременно. Отец с сыновьями Ковтун, Глазок с сыновьями и дочерью, Пастушенко с женой, семья Олейник, муж, жена, дочь и сын. Но как раз в этом последнем случае получилось довольно странно. Мы предполагали оставить всех четверых в отряде. В отряде Попудренко. Но сперва сын стал очень горячо проситься в рейд. Его взяли с разрешения родителей, а потом и сама Марья Андреевна не пожелала остаться. Марья Андреевна Олейник, женщина лет сорока, была у нас кухаркой при штабе. Кормила хорошо, вкусно, умела выкручиваться и в голодные дни. Расставались мы с ней неохотно. Была она к тому же человеком нетрусливым, поста своего никогда не оставляла. Пусть даже бой близко, она будет чистить картошку, варить обед. Правда, характер у нее с годами портился. Часто ворчала на всех нас, а на мужа иногда и покриковала. Но жили они хорошо, дружно. Каково же было мое удивление, когда уже в походе мне сообщают, Марья Андреевна с нами. Как так? Ведь ей следовало остаться у Попудринка. Оказывается, она бегом пустилась за последними санями, вскочила в них на ходу. Попробовали ее столкнуть, так она чуть не в драку. Узнал я об этом поздно. Обратно посылать одна не дойдет, а группу проводников дать больно жирно. Закатили ей выговор, но котлу допустили. Даже, признаться, обрадовались. Потом товарищи поговаривали, что Марья Андреевна, мол, поссорилась с мужем, потому и убежала от него. Эта болтовня ее ужасно бесила. Действительная же причина состояла в том, что не хотелось ей расставаться с коллективом. Большинство людей, окружавших ее, пошли в рейд. После войны Марья Андреевна нашла в Чернигове своего мужа детей. 10 апреля был подписан приказ о совместном выступлении трех партизанских соединений для уничтожения вражеского гарнизона в городе Брагине. Мы выделили для участия в этой операции 535 человек, Ковпак 650, Шушпанов 125. Нашей ударной группой командовал Лысенко, ему же были подчинены и шушпановцы. Соединение Шушпанова в недавнем бою отбило у оккупантов две 110-мм пушки. Таких крупнокалиберных орудий у партизан до сих пор не было. Ковпаковской группой командовал подполковник Вершегора. Только его личной скромностью можно объяснить то, что в своей книге он почти ничего не рассказывает о Брагинской операции. Брагин находится примерно в 65 километрах от Оревичей. Марш по лесам и болотам мы должны были согласно приказу совершить за 14 часов. Задача нелегкая, особенно принимая во внимание, что дело происходило ранней весной, когда и дороги, и тропы превратились в жидкую кашу. Десятого же апреля в два часа дня свыше полутора тысяч партизан углубились в леса. Кроме ударных групп двинулись Ковпаковской, Наш и Шушпановской штабы. Пошли с нами хозяйственные подразделения во главе с Михаилом Ивановичем Павловским, воспользуясь случаем, чтобы хоть немного рассказать об этом замечательном партизанском командире, заместителе Ковпака по хозяйственной части. К тому времени Михаил Ивановичу было уже за 50. Невысокого роста, крепкий, плотный дядька. Хотя не носил он больших усов, но при взгляде на него невольно вспоминался тип запорожского казака. Усевшись на лошадь, он сразу как бы прирастал к ней. Сейчас, кажется, вырвет из ножен шашку и помчится во главе конного отряда. Бой был стихией Павловского. Однако он, наступив на горло собственной песни, согласился взять на себя управление сложным хозяйством огромного ковпаковского соединения. На этом поприще он снискал себе славу человека крайне прижимистого и даже скупого. Теперь, вспоминая о партизанских днях, товарищи связывают чаще всего имя Павловского с битвами за пайку хлеба, мешок овса, кусок мяса. Верно, что оберегал Михаил Иванович партизанское добро самозабвением, переходящим в скаридность. Но делал он это, разумеется, только в интересах самих же партизан. Никто, как он, не знал, что значит для партизана хорошо сохраненный и припрятанный НЗ. Уже в годы Гражданской войны командовал Михаил Иванович партизанским отрядом на Украине. А в 1941 году Павловский, занимавший тогда должность директора совхоза в Бориславском районе Херсонской области, снова возглавил небольшой отряд. На Херсонщине нет лесов. Партизаны попали в очень трудное положение. Окруженные в Днепровских плавнях в десять раз превосходящими их силами карателей, не имея никакой возможности общения с населением, бериславские товарищи держались исключительно теми небольшими запасами сухарей и консервов, которые удалось припрятать заранее. И они дождались момента, когда бдительность немца ослабела на одном из участков, вырвались ночью из кольца. Двадцать три человека привел из Херсонских степей в леса Сумской области Павловской. Этот переход в пятьсот с лишним километров по степным прифронтовым районам стоит самостоятельной книги. Стал Павловский у Ковпака ведать хозяйством. Но нет-нет, да уговорит деда, получит боевое задание. Во многих операциях Михаил Иванович шел под пули впереди бойцов, а три дня назад поразил всех такой отчаянной смелостью, что во всем партизанском мире из уст в уста передавали рассказ о его подвиге. Он с другим партизаном, ковпаковцем Сердюком, в разгар боя под прикрытием пулеметов подплыл на лодке к вражескому кораблю, забрался на верхнюю палубу и, бросив гранату в иллюминатор, поджег судно. Впоследствии, во время рейда Ковпака на Карпаты, Павловской, не раз еще отличился в боях. Сейчас же он шел с нами на Брагин, чтобы пополнить из немецких складов продовольственные и фуражные фонды партизан. И Заревич, как я уже сказал, мы выступили в два часа дня. Обычно партизаны совершают налеты и начинают большие переходы ночью под покровом темноты. Нам же в этот раз было важно выйти к ночи на подступы к городу. В Оревичах остались отряды Ковпака, прикрывающие переправу через Припять. Несколько наших отрядов, не участвующих в брагинской операции, постепенно небольшими группами перебирались на пароме, лодках и плотах на правый берег Припяти. Укрепившись на правом берегу, километрах в шести от переправы, немцы с небольшими передышками били из орудий по Оревичам и по реке. С часу дня начала нас беспокоить и авиация. Два звена самолетов заходили поочередно, вели из бреющего полета пулеметный огонь по переправе и сыпали на село десятки мелких бомб. Заметив движение наших частей в лесу, самолеты перенесли огонь суда, но жертв в наших рядах почти не было. Здесь, между прочим, немцы применили новое оружие. То ли у них исчерпался запас бомб, то ли они шумовыми эффектами думали вызвать у нас панику, только вдруг с неба полетели какие-то странные предметы. Падая, они свистели, выли, ныли, дребезжали. Лесное эхо дробило и множило шум. В первые минуты от неожиданности действительно кое-кого заскребло на душе, но скоро страх сменился всеобщим смехом. Ломая ветки деревьев, в лес падали пустые железные бочки с пробитыми боками куски рельсов и еще какой-то железный утиль. Утильная бомбардировка была, как нам потом сообщили пленные, частью общего плана немцев, готовивших к авпаковцам и нам мокрый мешок. План этот не был секретом для партизанского командования. Местные брагинские партизаны через своих людей несколько дней назад узнали, что в город прибыл генерал-лейтенант, командующий всеми экспедиционными войсками по борьбе с партизанами Украины и Белоруссии. Разведав, наконец, что между Устем, Припяти и Днепром сосредоточились три партизанских соединения, что с двух сторон соединения эти окружены широкими реками, немцы решили использовать преимущество, данное им самой природой. Они спешно укрепляли правый берег Припяти и левый берег Днепра, чтобы не дать нам и Ковпаку переправиться, а на линию Мозырь-Брагин-Днепр стягивали большие силы, как бы завязывая мокрый мешок. Им же, конечно, и в голову не могло прийти, что вместо того, чтобы как можно скорее переправляться, мы вдруг предпримем удар по их центру. Летчики-наблюдатели, увидев, что мы углубляемся в лес, доложили своему начальству, что партизаны, спасаясь от бомбежки, разбегаются по лесам. «Усилить панику!» – приказал генерал-лейтенант, и вот на лес полетели бочки и рельсы. К вечеру авиация от нас отцепилась. Сделав только два получасовых привала, наши ударные группы продолжали движение и ночью. Трудней всего пришлось артиллеристам. Колеса пушек облепила грязь, а когда сходились дороги, цеплялись за кусты и ветки молодого леса. Тяжелую шкодовскую пушку, помогая лошадям, тянули на канатах больше пятидесяти человек. В три часа ночи, за двенадцать километров от Брагина, ударные группы разделились. Наши отряды под командованием Лысенко пошли на север, отряды кавпаковцев верши гора повел в обход города на юг. Вместе с ними, до намеченного заранее командного пункта, поехали и мы с кавпаком. Во время боя за Брагин я наблюдал за его ходом, сидя вместе с Рудневым в траншеи на огневой позиции. Мы получали время от времени донесения по радио и через конных связных. Городок, окруженный лесами, выглядел с командного пункта однообразно серым. После первых же орудийных выстрелов к утреннему туману примешался дым пожаров. Наши зажгли спиртовой завод и махорочную фабрику. Бой длился с раннего утра до вечера. Донесений за день приходило очень много. Общую оценку операции, как штабков пока, так и наш, дали весьма сдержанную. Некоторые укрепления в центре города разбить не удалось. Но ведь это был партизанский налет. Мы не ставили себе целью захват города и длительное его удержание. Мы заранее знали, что, покончив с гарнизоном противника, разгромив его склады, захватив оружие, боеприпасы, продовольствия, освободив из тюрьмы советских граждан, уйдем из города. К августу 1943 года во всех западных областях Украины и Белоруссии создалась весьма своеобразная обстановка. Окупанты не только не чувствовали себя здесь хозяевами, но и не пытались уже делать вид, что они здесь хозяева. Главной заботой немцев была теперь охрана коммуникации и, в первую очередь, железных дорог. Сколько-нибудь регулярная связь с глубинными районными центрами прекратилась вовсе. Гарнизоны небольших городов и местечек сообщались между собой с командованием по радио и телефону. Телефонная связь, если кабель проходил через лес, почти никогда не действовала. Почту доставляли самолеты. Автомобили, если и шли по шоссейным дорогам, то лишь в сопровождении сильной охраны и колонной не меньше, чем 8-10 машин. Не будет преувеличением сказать, что в таких городах, как Любешев, Камень-Каширск и даже Ковель, оккупанты чувствовали себя постоянно осажденными. Гарнизоны этих городов ни на минуту не снимали круговую оборону. Теперь не оставалось ни одной области в оккупированной части Украины, где бы не действовало большое партизанское соединение. А мы уже знали, что если в области есть хоть одно крупное соединение, оно вызывает к жизни десятки новых отрядов. Так было на Черниговщине, так стало и после нашего прихода на Волынь. До нашего прибытия тут действовало несколько отрядов, а также и специальные заброшенные сюда группы. После же того, как наши батальоны разошлись по области, охватив своим влиянием почти всю ее территорию, местные отряды стали рождаться, как грибы, появлялись новые, обрастали людьми старые. Из-за Буга с польской стороны перебрались в наши леса группы бежавших из лагерей пленных. Они присоединялись к нам или к местным отрядам, или сами объединялись в отряды. Никогда еще леса не были так населены. Трудно даже определить, где было теперь больше людей, в селах и местечках или в лесах. Сколько возникло лесных поселений! Именно поселений! Ведь кроме отрядов в лесах обосновались и крестьяне, ушедшие из сожженных карателями сел. Они сеяли на лесных полянах и лужках хлеб, сажали картофель. Были также своеобразные хутора из землянок, и украинские, и польские, и еврейские, и цыганские. Рассказывали мне, что где-то в глубине болот прячется группа немцев. Это бежали из концлагеря политзаключенные, к партизанам идти не решились, вырыли землянки, добывают всякими правдами и неправдами пропитание и отсиживаются, ждут конца войны. Редко, очень редко оккупанты предпринимали теперь попытки прочесывать леса, вообще вести открытое наступление против партизан. И если пытались, то предпочитали направлять против партизан бендеровские и прочие националистические банды. Позднее, к концу 1943 года, когда фронт стал приближаться к этим местам, немецкое командование оттянуло часть отступающих войск, пытаясь взять нас в клещи, чтобы предотвратить массированный партизанский удар по своим тылам. А пока оккупанты не вылезали из своих укрепленных гарнизонов. Давно прошли те времена, когда они на ночь ложились в кровати и переодевались в ночное белье. Но теперь они спали в одежде. Ни один сколько-нибудь значительный офицерский чин не желал жить в доме без стальных дверей и ставен. Вероятно, где-нибудь в Германии был построен специальный завод по изготовлению этих дверей и ставен. Столько их потребовалось оккупантам. Железнодорожные станции вместе со складами и управленческими зданиями огораживались двухлинейными укреплениями из бревен и земли толщиной до трех метров. Штабы, комендантские помещения, караульные точки у ворот – все это было соединено подземными ходами. По Любешеву и Камень-Каширскому партизаны нет-нет, да и пошлют два-три артиллерийских снаряда. Там гарнизоны оккупантов дошли до того, что понастроили на всех уличных перекрестках дзоты и передвигались только перебежками по нескольку человек от дзота к дзоту. Поняв, наконец, что нас интересуют не столько их гарнизоны, сколько коммуникации, немцы стали минировать подходы к железным дорогам, устраивать засады. Если раньше на пути из одного нашего отряда в другой нам приходилось остерегаться встречи с регулярными частями немцев, то теперь мы опасались только мин, которые противник ставил с помощью своих лазутчиков из националистических банд. Мины стали главным оружием обеих сторон. Но эффективность их действия и у нас, и у немцев была несравнима. Мы подрывали мосты, железные и крупные шоссейные дороги, сбрасывали под откос эшелоны. Немцы же и их подручные действовали на тропах. И все же нашим подрывникам с каждым днем становилось труднее подходить к железной дороге. Раньше надо было только обмануть бдительность охраны. Теперь следовало помнить, что за кустами, возможно, притаилась засада, что под мостиком через какой-нибудь ручеек может подстригать подрывника вражеская мина. Иными словами, прежде чем заминировать железную дорогу, надо было разминировать подходы к ней. Несмотря на возросшие трудности, число эшелонов, сброшенных нами под откос, с каждой неделей продолжало увеличиваться. Но нас очень тревожили участившиеся случаи тяжелых ранений на минах противника. При отходе от железной дороги погиб один из лучших наших командиров, Илья Авксентьев. Немцы подвесили мину на ветке дерева и подтянули вниз шнур. Конечно, трудно было предугадать такую уловку, но нельзя было закрывать глаза и на то, что после нападения на поезд, особенно после удачного нападения, наши подрывные группы, окрыленные успехом, на обратном пути к лагерю, становились уже гораздо менее осторожны. По неосторожности погиб и командир взвода Белов. Оба они были из батальона Болицкого. К середине августа на счету батальона Болицкого было самое большое число сброшенных под откос составов. За полтора месяца он уничтожил 48 эшелонов. 9 сентября 1943 года на большое заседание обкома были вызваны все командиры батальонов отрядов. День был тихий, солнечный. Все съехавшиеся на заседание командиры и комиссары расположились на лужке. Не встречались уже больше двух месяцев и теперь обменивались новостями. Я зачитал рапорт, посланный нами в Центральный комитет Коммунистической партии большевиков Украины 1 сентября. Железные дороги Ковель-Сарны, Ковель-Брест, Брест-Пинск полностью парализованы. Дороги Ковель-Холм, Ковель-Ровно парализованы частично. А потом я прочитал товарищем и ответ из ЦК. Ваша телеграмма получена. Тех, кто отличился, представить к наградам. Центральный комитет уверен, что весь личный состав руководимого вами соединения в дальнейшем нанесет еще более сильный удар по вражеским коммуникациям. Аплодировали, кричали, ура. После мы сделали получасовой перерыв. Этот перерыв особенно врезался мне в память. Люди встали, размялись, походили, продолжая разговор, перебрасывались шутками, похлопывая друг друга по плечам. Я чувствовал, что у всех взволнованное и приподнятое настроение. Мне казалось, будто мы находимся на пороге какого-то важного открытия. Произошло что-то очень серьезное. Нужно только выразить это словами, сформулировать. Я мысленно сравнивал партизан и подпольщиков первых месяцев войны с этими хорошо одетыми, уверенными в себе, свободно себя чувствующими командирами больших, сильных отрядов. А ведь почти все они прошли примерно такой же путь, как и я. Тоже прятались, тоже дрожали от холода, голода, сырости. В минуту этих размышлений подошел ко мне работник особого отдела и с тревожным видом стал что-то шептать на ухо. Я не сразу его понял. Он отвел меня в сторону и повторил все, делая большие глаза и оглядываясь по сторонам. А я, выслушав его, невольно рассмеялся. «Что, что?» – спросил Дружинин. «Тогда я громко, так, чтобы все собравшиеся могли меня услышать, сказал. Тут наша разведка установила страшную вещь. Ковельская гестапо через своих агентов точно узнала, где расположен подпольный обком и штаб соединения. Что будем делать, товарищи?» На полянке раздался громовой хохот. «А, может, ци гестаповцы теж узнали, еще правительство Родянского Союза находится в Москве?» Захлебываясь от смеха, воскликнул кто-то. «От те сильные сведения! Соли они нам на хвост насыпят!» «А что, товарищи!» – сказал Дружинин. «Смех смехом! А ведь узнав, что обком заседает в 150 километрах от них, эти самые гестаповцы и вся их комендатура завтра чего доброго пустятся наутек. Что нам тогда делать? Кого бить?» Товарищи продолжали перешучиваться. Я думал, глядя на них. Вот съехали. Стоило только вызвать по радио и со всех сторон области за 100-200 километров прибыли точно к сроку. И ведь не пробирались, не ползли, не прятались. Да, действительно, почти все вызванные товарищи ехали днем, не скрываясь, с гордым сознанием того, что они партизаны, внушающие ужас оккупантам. Едет группа в 15-20 партизан, и открыто напасть на нее не решается даже рота. Знают, что у нас теперь великолепная связь. В любую минуту на помощь могут выйти большие силы. Теперь не партизаны пробирались крадучез, а оккупанты и их прислушники. Железными дорогами Ковель-Сарный и Ковель-Брест оккупанты больше не могли пользоваться. Иногда ночами пропускали по насыпи грузовые автомашины и телеги. Это они делали в порядке, что ли, военной хитрости. Шоссейные дороги наши минеры тоже держали под неусыпным контролем. Не помню, кто первым сказал. Товарищи, да ведь нет у нас уже никакого подполья. И подпольного обкома нет. Как это нет? Воскликнуло сразу несколько человек. Два года назад, 16 сентября 1941 года, в Яблоновке, последнем районном центре Черниговской области, незахваченном еще фашистскими войсками, я объявил, что с этого момента Черниговской обком партии стал подпольным обкомом. На следующий день Яблоновка была оставлена частями Красной армии. И хотя мы, члены тогдашнего Черниговского обкома, знали, что есть у нас в лесах отряды проверенных людей, есть некоторое количество оружия, есть продовольственные базы, хотя мы были предупреждены и подготовлены Центральным комитетом партии, переход к нелегальной деятельности был настолько резким, что новое наше положение еще долго не укладывалось в сознании. А через два года, оставаясь в условиях немецкой оккупации, в глубоком тылу врага, мы тоже так вот вдруг обнаружили, что мы уже не подпольщики, что обком наш уже не подпольный. В самом деле, слово подпольный предполагает, что мы нелегальны, что мы прячемся, действуем тайно. Но со дня прибытия в Лобное, с началом массовой минно-подрывной деятельности мы уже не прятались, не скрывали от врага своего места пребывания. Наша военная сила была уже так велика и организована, что нам нечего было уже скрываться. У нас постоянная связь с Центральным комитетом партии, со штабом партизанского движения, с фронтами Красной Армии. Москва систематически посылает нам самолетами вооружение и боеприпасы, газеты и листовки. Наши силы включены в общие вооруженные силы страны. Мы действуем по плану Верховного Главнокомандования. Подпольщики сел и местечек, партийные и комсомольские ячейки, организованные обкомом, хотя и соблюдают еще конспирацию. Но это уже конспирация совсем другого рода, без риска попасть в руки врага. В любой момент подпольщики имеют возможность уйти к нам, в наш лесной город. Да и задачи их теперь уже не те. Правда, главными остаются еще военные задачи. Но появились уже и новые, радостные, созидательные. А ведь, пожалуй, так, сказал я тогда в перерыве заседания, осталось только название подпольный обком. Посмотрите на Болицкого. Какой он подпольщик? Ходит при орденах. Звезда Героя Советского Союза на груди, погоны. Да где же это вы видели таких подпольщиков? Или гляньте на меня? Тут все рассмеялись. В генеральской форме я, конечно, ничем не походил на того генерала Орленко, который хоть и ставил этот титул на приказах рядом с подписью, но не расставался с кепкой. Нет, товарищи, посмотрите кругом. Здесь хоть формально и оккупированная зона, однако мы заставили оккупантов поджать хвост. Мы еще не завоевали всей полноты власти в области, но мы, партийная организация и партизанские отряды всего этого края все же отняли у фашистов все главные признаки власти. Время подполья в нашем партизанском крае миновало, время случайностей, удач и неудач, наскоков и налетов. Мы имеем все для того, чтобы планировать и выполнять планы. Как военная сила мы часть Красной Армии. Как партийная организация мы можем и должны принять на себя заботу о подготовке недалекого советского будущего области. Продолжение следует...